Руки 1.17 И предим духи и силы Ильи, чтобы возвратить сердца от родов детям. И не покорим образ мысли праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. Слова такие понятные. Давайте в них войдем. Что мы чтим Иоанна Крестителя, молимся ему, святой Иоанн Креститель молит Бога о нас, притеча Христов молит Бога о нас. Хорошо. Но Иоанн с нами будет тогда, когда мы будем слушать Его. А который не слушает Его, он говорит, отойдите. Это всегда было так. Пророки говорили к народу, о которой они принимали их слова, а они очень гневные слова говорили. Бог говорит, истреблю, и изничтожу, сожгу, провалитесь. Все казни, все роды, болезни Бог посылает. Поражу коня бешенством. Даже конь бешеный будет, он легнет тебя, корова забодает. Вот сейчас слышали про пророка Илью. Помолился, и не было дождя. А может быть, он помолился, и дождь еще сгнает все сено. Даже со стороны мы здесь живем, и то больно смотреть. Каждый день хоть немножко ему помочат. Только соберут, опять волки надо разбрасывать. Может, пророк или я, и молится она, чтобы вразумить нас? Мы этого не знаем. Конечно, если живут здесь верующие, пусть бы мочила там, в соседней деревне. Там у нас у верующих солнышко сияло. Но вот так, как есть, и мы это должны принимать, не понимая, со скорби в сердце, потраченной труды. И больше негде косить, потому что ты выхастил свое участие. Тяжело. Вот тут проверка у нас и идет сегодня. Он привидит перед ним. Духи Ильи, перед Христом. А задача такая, чтобы возвратить сердца отцов к детям. Обычно сердца детей к отцам. У родителей опыт. Они много испытали. Неправильная была жизнь. Потом обратились. Хочется, чтобы дети такие же выросли. А здесь сердца отцов к детям. А вот в этом-то как раз сегодня, может, и есть обстановка. Я много исследовал сектантов. Работал среди них. Я не просто работал, а я могу назвать имена, результат, что люди-сектанты у меня в доме каялись, стали православными, пришли к Богу. А сектанты как возникли? Не надо думать, что все они до одного злодея. Они хотели плохого. Нет, конечно. А они видели, что все идет не так. Вот мы садимся заниматься. Рядом все баптисты, пятидесятники, адвентисты, православные, старообрядцы. Давайте вместе читать. Согласны. Но давайте не предвзято, а просто как будто мы сторонние. Забудь, что ты старообрядец, что ты православный, баптист. Просто читаем Деяния апостолов. Стих прочитали и говорили. У нас так или нет? Почитаем первый стих. Голову прочитали. Они везде говорят. Так, так, так. Я ни разу не мог сказать, что у нас так. Я молчу. Первая глава не наша. Ладно, до второй дойдем. Там наша пойдет, православная. Вторая глава начинается. Пятидесятники в отрадуясь. На разных языках говорить. Баптисты говорят, у нас этого нет. Там полглавы нет. А дальше опять говорят то же, что у них есть. Но у нас по-другому мы это понимаем как. Хотя это есть. Я ничего не могу сказать. Я промолчал. Ну уж на третьей главе я отыбираюсь. Там в храм пошли. А у них-то храма нет. А когда начали читать дальше, и Господь говорит, разрушу храм. И не останется камня на камне. Я к храму-то не могу привязать. Все его нет. Третья глава прошла, я совсем умолк. Нечего говорить. Думаю, надо было взять книгу какую-то другую. Тут бы я победу одержал. А на Новом Завете, на Деяниях апостола, апостоль, говорили, полностью я срезался. Им даже жалко стало меня. Вот ведь суть-то какая. Мы дома тогда отдельно стали. Может, я растерялся? Давайте разбирать. Тоже результат. Я священников пытаюсь подтащить к Деяниям. Давайте посмотрим. Я говорю, вы знаете, я, зато,ус говорит, эта книга названа, в общем-то, неправильно. Ее не Деяние апостолов надо назвать, а Деяние Духа Святого. Потому что они это все делали Духе Святого. Павел говорит, не я говорю, а Бог. Не я делаю, а Бог. И выходит, что у нас по Духу-то Святого нету, и по Деяниям апостолов-то. И когда ты это все поймешь, никуда не хочется ни ехать, ни говорить, а забиться куда-то, упасть и плакать, и плакать. Господи, что с нами стало? Живое слово, переведенное. Ну, сегодня был. Собралось и прахальное собрание. Архиерей вот так начал рассуждать. Вот, братья, давайте посмотрим. Если это не сходится, куда мы ведем народ? И кто мы такие? Какая вера у нас, если она не по Евангелию? Если это вера не по Деянию апостолов. Я ни к чему не призываю, кроме благоразумному служению Богу. Почему апостолы говорят? Буду молиться Духом, буду молиться и умом. Ум должен участвовать везде. Ум приводит к рассуждению. Напомню тем, кто не знает. Когда перед Антонием собравшиеся братья задали вопрос, а какое, какая добродетель самое важное? Одни говорят молитвы, другие милостыни, третий апостол. И правда, говорят все по Писанию. И когда спросили, а ты как думаешь? Он говорит, это все важно, но не главное. Как не главное? Молитва же главная. Да и Библия. И Библия не главная. А что? Рассудительность. С Библией можно в такие дебри залезть, в такую секту организовать, сейчас в садане поклоняться будешь. И молитвой можно так молиться, что прямо с молитвой пойдешь в ад. Будешь молиться о смерти врага, попроще Богу это не угодно. И пасол можно так навредить себе. Рассудительность. Это ум. Мы опять возвращаемся к тому, буду считать. И духом и умом. Первый параллель поминут 29,18. Господи Божий Авраама, Исаака, Израиля, Отцу Нашим, сохрани сие навек, сие расположение мыслей сердца народа твоего направь, сердце их к тебе. Сердце отток с детям. Отцы они любят старое. У нас вот так было, мы так. А дети молодые стали исследовать, увидели не так. И Господь-то на стороне молодых оказался. Мы-то говорим, у меня опыт, я старый, ты что, ко мне уважения не имеешь, я оксакал. А тут наоборот. Сердца сох, надо поворачивать. Они засохли на одном. У них не меняется репертуар. Они консервативны очень, хотя все это полезно. Но в учении за Христом надо отбросить свои привычки. Тебе непривычно такое богослужение. А вообрази, что сегодня мы все находимся на апостольском служении. Там, не так называемое, у нас так называемое апостольское. Я специально так сказал слово. Но не апостольское. У нас не апостольское. Вот у сектантов, баптистов, очень близко. Потому что они прямо брали отсюда, все отбросили. А у нас оно не похоже нисколько. Даже совсем не похоже. И они собирались, у них ни япон не было. Они ничего этого не знали. Может быть, первых христианин и крестного знамени не было. По-другому. Но слово Божие говорит так. Сумей переломить себя сразу. Апостол-то Павел был какой ревнивитель, как он соблюдал закон. По правде законный, непорочный, он сам говорит. И мы поверим в это. Но он встретился со Христом, и вся его непорочность в порочность превратилась. И его гонения, его заслуги, его ордена, медали, звания, все отпало. А слеп и сидит, и не пьет, и не ест. А куда же я шел? А я же молился Богу и Егове. Этот самый Бог заговорил, что ты гонишь меня. Я Иисус из Назарета. Трудно тебе идти против рожна, против рога. И наконец остановился. Я бы рад был полностью пересмотреть. И по-другому молиться. И другое содружество, его все боятся. Ну, вообрази, что ты с тобой встретился, Христос. И ты на свое богослужение посмотришь глазами апостола Павла. Я принял все, как есть, но я понимаю, не апостольское. Я всем это докажу, и очень легко. И в деянии апостолы. Наше вот это состояние, какое есть, мы только приближаемся, и два, и два, чуть-чуть. У них все было понятно. Вот это, что священие ходит, дымит, этого ничего не было. Все это редхозаведение. Ну, знаете, ничего этого, ни одного кадила нет нигде. Хотя все нам надо. Мы принимаем. Но внутри себя должны понимать. Мы этому отдали слишком много времени, на проповедь нисколько. Меня спрашивают, а сколько же на проповедь отдавать? Девять десятых. Одну десятую сейчас нам идут. Девять десятых на проповедь. Только тогда что-то будет. По-другому никак. Если ты хочешь убедиться, то считай, где я не апостол. Посмотри, где апостол Павел был. Он непрерывно говорит о проповеди благовестия. А о конкретном молении, когда собирается, один раз упомянул, больше нигде нет. Как будто вообще не было собраний никаких. Собирались. И он слово продлил до утра. Слово продлил. Не богослужения. Не актуихи, не акаписты, не каноны. Внутри себя поставь все-таки вот такой индикатор. Не так было. Да, я так привык. Мне многое не подходит. Но я себе говорю, было не так. Смири себя. Я с детства приучен не так. И мне пришлось точно так же ломать себя все время. Хотя я православный, поэтому весь этот воск приходится вести. 1 Иоанна 2, 28. Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы когда он явится, иметь нам дерзновение и не последиться перед ним пришествия его. Это мы, Господи помилуй, Господи помилуй. Не было этого никогда. Чтоб 40 раз или 12 раз говорили, Господи помилуй. Два раза больше нет. Даже три раза нигде нет. Ну не могу я против Писания идти, но я стою, голову опущу, и все это насмешка над Богом, повторения эти. Бог сказал, воззови ко мне, я услышал тебя, я тебя простил, чтобы иметь дерзновение. Дерзновение, это означает смелость, не когда-то, не перед кем-то, а перед Владыкой, пришедшим судить в мир, страшный суд. И тогда верующие смело предстанут, даже преклоняя коллегам. Господи, а я верил в тебя. Владыка, ты мне обещал спасение, я принял тебя, я от всего отказался. Понимаете? Иметь дерзновение в судный день. Но у нас об этом даже разговора нет. Какой судный день, когда мы здесь 40 раз нас трясет, а умираем вообще без ума? Посмотрим, Слово Божие, да говорит возлюбленный ученик Христа, Иоанн. Третье царство, 17-18. И сказал Илья, не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего, тем, что вы презрели повеление Господнее. Мне эти обвинения говорят, вот у вас уклонение всех танцев, это у вас. Секта это отсечение от заповеди Божьих. Секта, слово сечь. Сухие веки Бог отсекает. И чтобы постигло православие, доказывать не надо. Как сухое дерево, Бог его просто сжег. Не я смущаю, вы смущаете. А ведь весь Израиль был наставлен так, что во всем виноват Илья. Дождя нет, у Илья виноват. Мира нет, Илья виноват. Это он их смутил. А Илья встретился и доказал, нет. И я, говорит, Слово Божие веду, а вы от него убили. Вы к Валам привели. А Валам это все, что не Божие. Вот намок пример Илья. Илья был подобный нам человек. А когда начинаешь говорить православным, ну куда уж до Ильи? Нам за ним не умнаться. Ну конечно не умнаться. Ты знаешь, как Илья бегает? Написано, сказал Ахаус, запрягай колесницу. А у него ни клящи были дохлые, ни наши кони. И он бежал перед колесницей до Израиля. Посмотри по карте, сколько километров. Это не два километра. Ну за колесницу еще можно держаться. Но перед ней бежать, это надо так бежать, чтобы кони на пятки не наступили. Запрягай и поспешай, он сказал. Ясно, что он ехал не шагом. И нам за ним не угнаться? Да не угнаться. А мы скажем, Дух Святой поможет, благодать окрылит, и мы вместе с Ним пойдем на благовестие. Я говорю о благовестии сегодняшнем. Подходите, кто средствами, кто чем. Мы сегодня на двух машинах едем. И это только начало. Я думаю, придется на трех машинах ездить. Мы хотим возбудить жажду народа, чтобы люди стали нас просить, мы к ним приезжали. Мы просим Бога. И Бог отвечает. Притом Бог очень быстро отвечает. Кто нам помогает сейчас там, знаете, Евгений. Вот что-то пошло у меня, как лавина на Евгении. В интернете помог главный, кто Евгений. И здесь приходит Евгений. Благородный переводится. Что Бог нам побольше дал Евгения у благородных. И люди не нашего круга совсем, а больше помогают, чем свои. Потому что наших людей там нет. Некоторых знаний не хватает. Это над желанием. И он уже ждет сегодня там. Надо помнить, что Бог его проделал. Это фермер, который приезжал на день по Теревке. Я даже и не думал. Он сразу взял книги, считает. Он такую поздравительную камню рождения мне прислал, которую ни один не прислал. Даже священники. Я подумал, что архиерея какой-то пишет. Вот что Бог делает. Это молитва. 1 Петра 2.9 Но вы род избранный. Царственное священство. Народ святой. Люди взятые в удел, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудо света. Да, вы святые. Я вас искупил. А задача какая? Чтобы жили хорошо, трудились, работали, нет. Запитая. Чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас, большой Бог у вас, совершенство Божие. А чтобы их возвещать, надо знать, как Бог любящий, строг, как Бог правительный, чист, как Бог всезнающий, вселедущий. Совершенство. И Он все о нас знает. Мы живем в полном незнании. Вы думаете, что знаете про свою скотину? Еще не один еще не мог объяснить, как трава превращается в молоко. Никто. Много преуспели в этом западное. И особенно скандинавские страны, откуда сепаратор к нам пришел. Это они сумели это сделать. Но и они не знают. 96 элементов нашли в молоке. Это единственный продукт в природе, который устраивается без желудка, одним кишечником, если желудок вырезан. Понимаете, что? Они исследовали, рассмотрели, знают состав данной молекулы, структуру, как стоят молекулы. Все сделали так. Сделали. Молоко зеленое. Не могут белого сделать никак. Наконец, стали попробовать кормить ни кошка, никто. Попробовали тогда одним. Хватило на неделю, погибла кошка. А чтобы сделать его приемлемым, то, что они сделали, стали добавлять натуральное. Посмотрите, теленка, которая натурально кормит молоком. Как он выглядит-то? Он как на литой подскакивает. И дети. В Англии делали примеры. Одни давали молоко, другим нет в школе. Рост сразу стал отличаться. Рост. А мы же, вешенком, кого-то знаем. Так я думаю, самое простое. А как человек, который ничего не знал, вдруг он начинает говорить о Боге, свидетельствовать. Я боялся с народом разговаривать. Это был мой недостаток. Я комплексовал ужасно. Выходил к доске, у меня слезы текли. Класс, люди, как я скажу? Я не мог еще сказать. Знаю, сказать не могу. Бог внезапно все открывает. Для меня нет ни аудитории, ни профессоров. Я ничего этого не вижу. Я хожу перед Христом. На конгрессах, на конференциях. Я испытал это. И говорю, что совершенство нашего Бога не ограничено. Бог дает знания, Бог дает жажду и совершенство. Ты не будешь тогда уткнувшись, так и стоять, Господи помилуй, а будешь петь Аллилуйя. Переходите на вторую ступень благодарности Богу за все. И на третью ступень попытайтесь зайти. Словословие. Мне ничего сказать, Господи, не дается, кроме словословия. Аллилуйя. Бог зовет нас на английскую ступень Аллилуйя. Свят, свят, свят Господь на небе нет ни первой, ни второй ступени. Там только третья. Словословие. Второй Тимофея 2, 21. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом чести, освященным и благопотребным владыке, подым на всякое доброе дело. Это нам кажется так. Вот я вздумал поехать, поехал. Не поедешь. Условий не будет, желаний не будет, здоровья не будет. Хотел поехать, да заболел. Я прошу помогать. Если не помогаешь, ты дома придешь, ты скажешь, мне Бог сегодня не позволил. А не просто так, да, они там, что угодно, просят только деньги из нас. Мини-качалки денег сделают тут из нас. Ты по-другому можешь судить. Не сделал добро, Бог не позволил. Бог не позволил. Пошел дождь, мы сидим, да, Господь нам не позволил поехать на благовестие. Почему? Дальше начинаем исследовать. Мы должны в себе найти. Бог не позволил. А не тот, что такой умный остался, карманы свои зашил с деньгами. Да не будет рука твоей сжатой преодолочи. Вы поищите, придет время. Вы подходите и спрашиваете. У нас деньги не нужны на книге, у нас все есть. Только на дорогу, не мне. Шофер не может же все время брать на себя. Спешите скорее. Спешите на помощь. Мы сегодня пойдем, вы днем несколько раз молитесь, чтобы вы ощутили это. И при этом мы снова вам расскажем. Мы едем в новое место, где мы ни разу не были. Надумаем третью машину, мы примем. Составим третью команду. Исайя 29-24. Тогда блуждающие духом познают мудрость, и непокорные научатся послушанию. Вот для этого пришел Иоанн, чтобы непокорным дать послушание. Непокорные дети, непокорные жены. Жены очень непокорные. Жена да учится безмолвие, учить же они не позволяют. Иоанн Флотов говорит, вышла замуж, превратись в камень. Не умничай. Вопросов не задавай лишних. Мы едем, а почему таких берете, а не таких с собой? Тебе зачем это знать? Есть мужской совет, он так и решил. Никаких вопросов не задавай. Только с чем я могу побольше? Вот такой вопрос можешь задать. А остальное эти как же не касаются. Что муж сказал, это закон. Я слышал о той семье, она говорит, я пишу письма, но письмо не отправлю, пока муж в конце не поставит аминь. Вот как надо. Хотите на практике узнать? Я скажу, мусульман. У них это закон. Они очень послушны. Сказали, с этой деревни нужно ровно половина женщин, которые будут смертницами. Все до одной шагнули вперед. И вы слышите, как они, пояса смерти на них надеты. Только она соединила, замкнула, взорвала, все уничтожено. Кто пойдет сегодня? С собой не назовешься. Не то, что пояс смерти. Простой пояс потерять, ты не можешь никак добиться, чтобы насилие. По сегодняшней день. Что нас сравнивают? Поэтому мусульманство с удовольствием люди примут. У них-то не будет ни одного наркомана, ни одного вора, руки сразу отрубят. Люди здесь воевать не будут против мусульман, когда они пойдут. Псалом 9, 38. Господи, ты слышишь желания смиренных. Укрепи сердце их, открой ухо твое. Когда вы смиренные перед словами. Перед чем смиряться? Перед Богом. А если муж говорит, не по слову Божьей, тогда не слушайся. А можно прещает в храм, а я пойду? А можно прещает на занятия ходить? Не ходи, но в храм воскресный. Иди. Воскресное богослужение. Мы всем говорим, кто принимает крещение. Все, что муж говорит, не ходи. А вот муж пристает во время поста. Согласюсь. А вот муж все может делать, но церковь не отдай ему. Душу ему не отдай. На идею эту грань скажи. И у нас почти все, которые были жены, они выдержали. И одержали победу. И мужья некоторые уже начинают приближаться, а некоторые уже и обратились. Ты сама покажи, что ты действительно смиренная перед Богом. Ты муж, я слушаюсь, но ты не выше Бога. Меня Бог создал, я перед Богом буду отвечать. Это только мы привыкли, так, женщина-мужчина. Перед Богом-то мы другие. Это душа. Это внешняя оболочка имеет различие строения. Бывает жена, говорит, мужественная духом. А в другом месте написано, женолюбивая, женоподобная, мужья, ни к чему не пригодная. А то Библия пользуется этими эпитетами. Псалом 110.10.10. Начало мудрости страха Господень. Разум верный у всех исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет в обед. Разум, я говорю о разуме, у кого верный? Правильно, разум. Исполняющих заповеди Его. Разум верный у всех исполняющих заповеди Его. Прежде чем молиться о вразумлении, сразу дай Богу обещание, Господи, с тобой не спорю, заповеди соблюдаю. Став на молитву, проверь меня, Господи, все ли у меня в порядке. Выхожу из храма, Господи, что я слышал, помоги мне это сохранить. И днем несколько раз припомни, на какую идею я бы решила. Псалом 77.8. И не быть подобными отцам их, родоупорному, мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу Духом Своим. Вот какие отцы. Мы от отцов не получили ни Евангелия, ничего этого не было. Страх Божий. И что есть Бог, мать нам это дала. Не от отца, а от матери. У вас дети подрастают. Если вы истинные верующие, тогда скажите, Господи, обратись отца детей к нам, к отцам. А у некоторых, действительно, отцы были верующие. Это надо проверить. Чтобы по Евангелии они верили. И тогда сказать, Господи, обратись сердца детей к отцам. А ныне, пока остается в силе это сказанное слово. Отцы, которые даже ходили в храм, те, которые бабушки, вот мы им даем чистые Евангелия, они его не могут воспринять. Я говорю, в соседнем сели. Все православные, мы в одном доме только нашли, одна гради атеистка. Даже ветеранку нашли. Немцам нашли. Никому не отказались, все придем, не меньше ста домов, ни один не пришел. Баптиста был, один живой пришел. Вот и делай различия. Он пришел, мне одно слово, прикинь, не сказал. Я ему отцерпи говорил, специально, с упором на его заблуждение. Он слушает все, а еще неизвестно, какой будет результат. Итак, молитва к Иоанну Крестителю должна быть и сегодня в селе Иоан Креститель. Ты заботился, чтобы люди вернули правильно по слову твоему. Услыши нашу молитву.